Давайте ближе, все нормально. Газоны не для того, чтобы мы ходили. Что-то у нас сегодня со звуком, не очень. Не очень со звуком, ну ладно, разберемся. Итак, повернитесь туда, чтобы все слышали. Джахнам Априя, давайте мне стих. Мы с вами прочитаем последний стих Шериман Багаватта. Все знают, что обычно последняя мысль, она является главной, да ведь? И вот 18 тысяч стихов, 22 книги, за всю жизнь не прочитать. И чем венчается Шериман Багаватта, кто знает. Последний стих Шериман Багаватта. Это он читал когда-нибудь? Я приношу свои почтительные поклоны Всевышнему Господу, Хари, совместное воспевание имен Которого разрушает последствия всех грехов и предложение поклонов Которому избавляет от всех материальных страданий. Все, что было написано в предыдущих книгах, ответ на вопросы Махараджа Парикшита, какой мой долг человека, находящегося на пороге смерти, он венчается вот этим стихом. Совместное воспевание имен Которого разрушает все последствия всех грехов. И мы должны понимать, что то, чем мы занимаемся, это югадхарма. Югадхарма – это означает то, что может делать каждый, вообще каждый. Вот там со звуком сейчас согласен. Не совсем хорошо. Вот, все. Теперь нормальный будет звук, потому что всегда есть доброжелатели, которые влезут не туда. Вот теперь звук нормальный, да, Витя? Да, хорошо. Хорошо. Приходится всегда. Итак, есть два, мы уже говорили в прошлый раз, есть два процесса, которые приводят к освобождению, к обретению бахти. Это через дикшамантру, то есть через гай-три мантры, которые даются диховным учителям при посвящении. То есть не то, что нам говорят хоринамы, это немножко неправильное понятие. Дикшамантра – это когда во всех ващнавских саммарадаях, мы говорили, медитируют на Господа Кришны с дикшамантрой и поклоняются божествам. Процесс поклонения божествам – это процесс, перешедший из два параюки. То есть он перешел автоматически сюда, потому что всегда есть юго-санхья, то есть переходный период, и он является вспомогательным, поддерживающим. Нам Шрила Прабхупада дал процесс поклонения божествам для того, чтобы мы медитировали на Господа, на мурте Господа, таким образом, чтобы легче концентрироваться и воспевать. Но это все очень сложно, это вот куджарь есть, они прекрасно понимают, что это очень непростой процесс, там нужно много-много разных правил. И для того, чтобы служить божествам, естественно, дается дикшамантра, это гайд-риванты, секренты мантры, люди повторяют их, медитируют на них. И вот так все, во всех башнавских сампродаях, трех, кроме нашей Гаудия, именно идут к Господу. И только в нашей сампродае Господь Читания он был революционером, он принес Харе Кришна Махамантру. То есть он нам дал медитацию на Ранху и на Кришну. Кстати, поэтому мы поем Харе Кришну, то есть это Харе, это в каком падеже? Взывательном падеже, это имя Радхи. И наши основные божества, это Радха Кришна, Вакшмина Райана, ну и так далее. То есть у нас Рада Говинда, вот они все наши, получается, что мантра, которая нам дана, и божества, которые нам даны, они полностью соответствуют имному процессу. Это вам немножечко философия, чтобы вы понимали, потому что невозможно просто повторять Харе Кришну Махамантру и достичь успеха. Потому что Кришна что означает? Перевод черный, да, если вы говорите? Это мы знаем, это потому что мы узнали из священных писаний. Но прямой перевод это черный. Если мы говорим, что Кришна, 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 черный, 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 куда мы придем? Куда-то в темноту, правильно? Для этого нам дан процесс гьяна, обучения, знания. Поэтому у нас есть две вещи. То есть мы повторяем Харе Кришну Мантру и получаем Дивья Гьяну из источников, которые нам дал Шрила Пропхупада. Таким образом мы достигаем совершенства. Вот. И вот это Югадхарма, которую мы несем, мы должны просто, не просто там петь, да, что-то Харе Кришна, мы должны прекрасно понимать, что это уникальнейшая возможность, что Господь Читаник, будучи революционером, будучи аватарой, Югаватарой, который принес новые, новые веяния, он должен был все изменить. Он нам дал Радху. То есть то настроение, в котором пришел Господь Читаник для того, чтобы испытать вот этого состояния преданного. И наш Харе Кришна Киртан это уникальное действие во всем мире, потому что даже в ващнавских самопродаях не поют Харе Кришну. Поют, только там есть поклонение божествам и медитация на Кришну в разных его формах, вишну и прочее. Поэтому мы с вами являемся самыми удачными людьми. Мы имеем Харе Кришна Махамантру. Это значит, что Господь Читания нам дал перспективы пониманием от хури расы. Потому что, ну как можно любить вот Бога, который вот Бог, который вот Творец Вселенной. Это очень сложно же. Это благоговение, почтение. Очень сложно его понять. Потому что раса это всегда взаимоотношение между кем-то и кем-то. И вот как строить отношения с тем, кого не знаешь. Но он нам дал вот этот вот образ Радхи Кришны, вот их игры во Вриндаване. И таким образом мы можем с вами, занимаясь процессом Харинама Санкиртаны и изучая Писание, мы сможем с вами не только понять, осознать вот эту Мадхури расу, высшую расу, но даже в будущем ее испытать. И для того, чтобы нам этот процесс пришелся в сердце и ложился быстрее, и мы это все быстрее все понимали, мы выходим на Харинамы. Потому что Харинама это юга-тхарма. Поклонение Божествам вряд ли кто-то примет из этих людей. А Харикришна Махамантру может повторять любой, вообще любой человек. Просто встать, петь, рядом с нами танцевать. Поэтому это самый могущественный, самый нужный метод в калью. Самый простой и самый нужный метод в калью. И то, что мы сейчас с вами делаем, мы даем людям возможность опрести это благочестие. Потому что мы с вами знаем, что был такой Джамила, персонаж такой, который вообще был грешником. Никакой не инициирован. И вот он один раз произнес имя, и даже не Кришна, он произнес имя Нарайины, и он получил что? Он получил освобождение, он получил, он это произнес как на Мабхавску, то есть он неоскорбительный у него был, и то он звал даже не сына. Это означает, что один раз произнесенное имя Кришны сжигает всю нашу карму. Вот люди все время думают, у меня карма, карма, карма. Наша карма уже сожжена. Вы уже не понимаете, если от Джамиля хватило один раз сказать, сколько раз мы с вами уже неосознанно искренне повторили имя Кришны. Это значит, что кармы у нас нет. Она у нас в виде праравхи осталась вот в этих телах. В этих телах. Но если бы мы избавились полностью от кармы, она бы сейчас исчезнет. А через кого Кришна будет петь Харе Кришна для всех? Мы должны остаться в этих телах, понимаете, в праравхи кармы и петь до самой как пока не исчезнет. Вот. То есть, наши тела, они являются инструментом Господа. Кармы уже нет. Карма, и стоящие кармы о виде невежества. Но мы же с вами изучаем знания. Значит, у нас этого невежества все меньше и меньше. Значит, мы уже не будем кармы. А предыдущее повторение мы сожгли. Хорошая мысль, да? Мы сейчас с вами без кармы. Вообще. наше тело это праравха карма, которой пользуется Кришна для того, чтобы нам выдавали святое имя людям. Вот. И давайте использовать этот инструмент, чтобы давать святое имя людям. Для того, чтобы они один раз услышав, очистились от всех грехов и когда-то встали на путь Кришны. Кто один раз услышит сейчас то, что мы поем, без всяких там внутренних протестов и все прочее, это значит, человек вернется к Богу. Так разве это не хорошее дело? Вот в этом настроении Джей Го, вперед! Вперед! Коллективич! Итак, Ари Бол! Сейчас можно уйти с газона и начинать петь. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok